О, здорово, мы впервые видим твою прическу, до этого ты всегда был в хути. Мне терпится узнать, это знак того, что кризис закончится? Келли, мои локоны роскошны, но я накину капюшон. Как дела, друзья? ФРС взорвала нашу финансовую систему в понедельник, да? Итак, что ты думаешь? Я лишь хочу спросить тебя. Как я вижу, банковский кризис является дефляционным. Баладжи и остальные говорят, что биткоин будет стоить миллион долларов. Он может и пойдет наверх, но потому что Федрезерв заявляет, что в 2010-е не случилась гиперинфляция, поэтому и сейчас нет очевидной причины для гиперинфляции также. Да, на самом деле, Келли, это на самом деле не так сложно. И я очень рад попробовать Америку в этом убедить. Есть рыночный термин, который здесь в Чикаго используется часто. Спрос определяет предложение. И что я имею в виду? Если Кен Гриффин захочет купить самую дорогую квартиру в Америке, то кто-то для него ее построит, кто-то построит 201 этаж на самом высоком здании Майами. Если цена на серебро вырастет в тысячу раз, то я пойду на кухню и переплавлю все свое серебро, чтобы потом продать его в рынок. Если золото взлетит в цене, то Илон Маск найдет еще больше на Марсе. Биткоин, и это очень важно. Биткоин это единственный финансово-денежный инструмент за всю историю человечества, который ограничен. И не важно, насколько больше увеличится спрос. Входя в данный класс активов Келли, никто не сможет сделать больше биткоинов. В своей жизни я могу гарантировать две вещи. Первое, я умру, а второе, будет только 21 миллион биткоинов. И это единственное, что я оценю, это моя жизнь и мой биткоин. И это единственный класс активов, который ограничен Келли. Это не так сложно. Он продолжит расти, потому что все остальное может быть выпущено. Погоди, погоди. Почему биток имеет ограниченное предложение? И это потому, что кто-то сказал, что оно ограничено. А этот кто-то может поменять свое мнение? Нет, но это отличный вопрос, Тайлор. А это потому, что так написано в программе, которая распространена. Не надо никого спрашивать и не надо никому доверять. Вся эта децентрализация децентрализована, так что можно загрузить картинки в NFT на блокчейне. Их можно использовать в играх, и они также будут децентрализованы. И защитники монетарной политики распределены, представляющих из себя сеть компьютеров, фактически обеспечивающие защиту политики и инструментарий денежного актива. Этого нет у эфира. Этого нет у любых других альткоинов. Этого нет у американского доллара и у недвижимости в Майами. Этого нет у драгоценных металлов. Так что это единственный денежный инструмент, денежная политика которого распределена, и аналогично этому защищается. Ты сказал, это потому что софт уже написан, и его нельзя улучшить или как-либо изменить. Почему нельзя переписать его полностью? И заказчики, или, например, обеспечивающие его программисты, не станут выпускать новый, супер улучшенный биток 2.0 с супер защитой. Хорошо, Тайлор, я использую программу биткоина. И кто-то пытается это сделать. Я хочу, чтобы ты загуглил биткоин кэш после этого интервью. То есть кто-то говорит, что я хочу поменять правила биткоина. Я хочу выпущить больше монет, я хочу, чтобы работал он быстрее, чтобы можно было сделать сальто назад. Я хочу сохранять фотографии обезьян, сверлящих себя на блокчейне. И они это сделали. Они придумали новые правила и назвали это биткоин кэш. Это другой актив, другой инструмент. И когда кто-то пытается мне в этом заплатить, то моя программа, которую я запустил у себя в комнате, говорит, нет, это неправильно. Это кусок говна, и я это не принимаю. Так как это нарушает правила системы, установленные Сатоши Накамото более 10 лет назад. Так что создать можно что угодно. ФРС коин, подбрось вверх коин, мне все равно. Есть 21 миллион монет, в которых я участвую, которые защищаю и в которых я храню деньги. И правила эти работают очень давно. И на чем основана сеть? И если вы их поменяете, то создаете другой денежный актив и другой инструмент. Неважно. Джек, ваших ребят заделали как-то коллапс SVB? Я знаю, вы находились в Чикаго. Не знаю, насколько вы были вовлечены. Может, какие-то клиенты или коллеги пострадали. Что вы можете об этом рассказать? Келли, на самом деле, это не важно. Так как правительство США либо объявит дефолт по ним, либо их обесценит. Они все поддерживают. Денежные экраны широко открыты, а денежный принтер печатает деньги. Так что не важно, где хранятся ваши деньги. Правительство заставит вас их хранить. Несмотря ни на что. Кого волнует? Единственное, что понятно нам и понятно нашим клиентам, то, что мы в долларах сбережения хранить больше нельзя. Я думаю, наступит эра, когда американский доллар стабилизируется с инфляцией на уровне 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Дни, когда инфляция была 2% ушли. А что, если ты ошибаешься, Джек? Рынок говорит нам, что мы ушли от ожидаемой инфляции в 3% в прошлом году к чуть более чем 2% на следующие 5 лет. Мы не видим, что инфляция усиливается с тех пор. Посмотрите на свопы. А если сейчас будет как в 2010-м, то это не инфляционный период. Да, Келли, но эти своп-линии и восприятие этих активов по номиналу, которые хранятся в банках, это полная чушь. Это лишь политкорректный способ. Эти своп-линии на выходных были политкорректным способом вступить в предвыборный год и для ФРС спасти крупный иностранный институционал. И беспокоясь обычным парнем в США, эти вещи не торгуются по номиналу. Если бы они торговались по номиналу, то когда я спустился в свой банк на углу и попросил мои деньги назад, они бы их выдали. Но они не могут. Так что это всего лишь Келли, маскарадная чушь. Они вынуждены подкреплять эти вещи выпуском новых денег. И в этой связи рисковые активы, ограниченные активы являются в выигрышной позиции. Мы называем это инфляцией, но ИПЦ это ведь бред. То есть мне, мое правительство хочет объяснить, насколько доллар подешевел, основываясь на корзине вещей, таких как моя подписка Netflix или мой салат Цезарь. Но это на самом деле не говорит мне, как хорошо делал доллар, насколько он подешевел. Недвижимость моими говорит, биткоин говорит, и биткоин, кстати, вырос на 50% за этот год. Если ты говоришь мне, что доллар не подешевел, то ты бредишь. Я это не слушаю. ФРС и вся кредитно-денежная система основана на доверии. Но они постоянно, постоянно нарушают это доверие. Примером может быть пожар рядом с моим домом. Я слышу запах дыма, а кто-то мне говорит, нет, нет, это лишь несколько детей, разжигают костер. Я такой, ладно, но я слышу сирену, я слышу полицейскую сирену. Ты уверен, что это костер? Да, 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 это костер. Но теперь я слышу 10 сирен, 100 сирен. И все мои соседи бегут прочь, но я сижу дальше, не смотрю наружу из окна и не вижу, что происходит. Я не верю им ни на секунду. Нужно быть абсолютно сумасшедшим, чтобы сейчас поверить ФРС. Они врут, и я не должен им верить. Потому что у меня есть биткоин, и никто не может обесценить мой инструмент. Я его держу, храню и оберегаю. Я знаю его денежную политику, и я сплю как младенец, с младенческим лицом. Я думаю, нужно быть сумасшедшим, чтобы поверить ФРС этим своплиниям, веря, что они торгуются по номиналу. Это на**ба и скам. Джек. Спасибо. Мы ценим твое время. Это был Джек Майлерс и Страйк. Это был Джек Майлерс и Страйк.